Здравствуйте, компания СККС, город Херсон, представляю новую модельку Servo 9500. Этот завод Servo появился абсолютно недавно, начал работать с нового года, работает в сфере разных недорогих телефонов, имеющих большое количество сим-карт. Данный телефон на 4 сим-карты. Комплектация стандартная для данного телефона, зарядное устройство, зарядное устройство дешевое, телефон имеет дешевую конфигурацию, простенькое, микро, и зарядное устройство, которое есть у вас наверняка. Также используются наушники, наушники 3,5 разъема для разговора. Завод позаботился даже об инструкции, правда на листом языке. Коробка имеет все необходимые сертификаты, соответствующие для этого. Сам телефон 2,8 дюйма, большой достаточно экран, HD-камера написана, но это надо еще проверить. Батарея 4D Nokia, в комплекте идет стандартная 4D, Nokia батарею найти несложно, на 1800 мА, они везде есть. Что с собой представляет данная модель? Итак, передняя часть пластмасса, большой экран 2,8, очень большой экран, есть камера спереди, посмотрим для чего она. Русские буквы естественно носятся, поверхность гладкая, с металлической основой. Сзади металлическая крышка, по крайней мере прометаллизированная вспышка двойная, камера, динамик. Открывается достаточно сложно, телефон напоминает Nokia 225, чем-то по своему дизайну и стандарту. 4 сим-карты, 4 стандартных сим-карты и поддержка microSD. 4 МА, абсолютно различных МА. Сразу ставим в один из разъемов, чтобы посмотреть, как это будет работать. Ставили карточку, одну, чтобы проверить. Крышка закрывается плотно. Это все-таки не металл, сделано под металл. Ну, как и прочим, и в Nokia 225. Итак, фирма Servo, прошивка от Servo. Новый бренд. Динамик достаточно громкий. Аж отдает крышку заднюю. Есть вибрация. Русификация. Русификация, как видим, хорошая. Сейчас увидим, что можно делать с экраном. Под настройком. Настройки телефона. Время и дата. Показать. Можно уменьшить контраст. Чтобы вам было виднее и лучше на камеру. Можно менять обои. Подсветка 15 секунд. Есть подсветка клавиш. Автоматическая блокировка экрана также меняется. Вот пришло. Сразу SMS. Я вставил симочку. Сразу определились. Здесь 4 MA. То есть 4 независимых абсолютно модуля. Что еще у нас есть по настройках. Возможность работать с ображением. Обратите внимание, крупные какие буквы. Крупный экран 2.8. Телефон достаточно удобно держится в руках. Есть аудио. Настройки. Контакты. Опции. Можно делать экспорт-импорт. Состояние памяти позволяет разместить на карте 170 контактов. И 400 контактов самого телефона. Достаточно большая книга, как для такого типа телефона. Есть Facebook. Whatsapp. Встроенный. Календарь. С напоминалкой. Сообщение. Меню абсолютно нокиевское. Вообще никаких отличий. Приложение. Калькулятор. Сигнал. Можно менять сигнал. А не это сигнал. Это у нас будильник. Понятно. Еще раз. Приложение. Фонарик. Лампочка. Можем включить. Вот два светодиода для фонарика. Bluetooth. Диктофон. Надо память дополнительно, чтобы записывать. Управление SMS-услугами. Имеется функция Vibro. Бесшумный режим. Есть у нас режим Vibro. Классический режим. Итак, камера. Вы знаете, это действительно удивительно. Но камера реально интересная. Она реально имеет 2 Мп. Это точно. Качество камеры не вызывает сомнений. И камера отличная. Как для такого телефона. Здесь есть еще передняя камера. Как поменять местами камеры. Это, конечно, интересно. Не могу найти. Вот есть, конечно, функция такая. Можно же просто нажать. Нет. Просто съемка. Еще раз. Камера вспышкой. То есть камера даже имеет вспышку. Это уже интересно. Можем просмотреть. Так. Все-таки надо найти, как включается камера передняя. У нас есть только опции. Возможность изменения и прямого включения. Нет. Нет. Вверх. Нет. Вбок. А вот. Мы просто поворачиваем на бок. И получаем камеру переднюю. Вы знаете, камера передняя. Достаточно тоже неплохая. Что удивительно, опять же, для такой модели. Это радует. Все-таки бренд начинает с хорошего. Читая цену, вообще, даже очень хорошо. Ну и осталось проверить, можно ли ставить мелодии на контакт. У нас должны быть профили соответствующие. Сейчас посмотрим настройки профилей. Да, у нас есть группы. Семья. Карта определенная. Можем в каждой группе. Управлять участниками. Соответственно. Добавлять группы. А значит, если язык группы, значит, на группу можно ставить определенные мелодии. Создавать новые группы можно. Русский язык для набора. Опции группы. Новая. Почему? Управление участниками. Аудио. Установить как звонок. Да. Есть возможность установки звонка даже на контакт. И изменения по контактам. Радио. Радио работает на контактах. С сердцем зашкло. В принципе, можно ли менять на рабочем столе. Но обычно это в профилях. Опции. Настройки. Настройка мелодии. Тип звонка. Сигнал оповещения. Еще раз показать. Настройка анимации есть какой-то. Эффект анимации по умолчанию. Больше анимации. Другие картинки. Другие картинки. Пусть будет больше анимаций. Ага, чтобы было больше анимаций, нужно закинуть определенное видео. Может даже показывать видео при анимации. Ну, тоже интересно. Настройка обоев. Можно менять картинки. Но, к сожалению, я не вижу, как поменять опциально вот эти кнопки посередине. Возможно, есть меню, которое можно менять. Сейчас не вижу, не могу найти. Ну, в принципе, я думаю, здесь основное. И, судя по всему, так как здесь выставлено только четыре опции, мы можем поменять эти приложения. Видимо, нужно просто зайти в приложение. Опциально, да, его установить. Ну вот, пожалуй, очень интересная модель, интересное исполнение, хорошая цена. Те плюсы очевидны. Очевидные плюсы, огромные цифры. Буквы, большой экран, видимость, нормальная камера и четыре сим-карты с батарейкой от Nokia и зарядка Micro 101, которая использует все стандарты на сегодняшний момент. То есть, перспективы этого телефона большие. Ну, и интересное исполнение. Мы давно ждали на что-нибудь подобное, чтобы было сделано так аккуратно.